Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Тимофей Обухов. И мы начинаем с рубрики «Терра инкогнито». Сегодня человек может очень многое благодаря развитию науки и техники. Активно развивается медицина, и порой человек начинает думать, что он сам управляет и окружающим миром, и своим здоровьем, а Бог ему не нужен. Если проблема не решается с помощью медицины, начинает обращаться к так называемым целителям, людям, которые могут влиять на окружающий мир, за счет действия злых духов. Когда человек отдается во власть такого целителя, то проблема просто переходит из одной плоскости в другую. Например, отступает какая-то болезнь, но появляется страсть уныне и винопития. Человеку кажется, что дело решено, а на самом деле нет. Чтобы получить не кажущее выздоровление, а истинное исцеление, остановить целостность души и тела, необходимо помощь Божией, обращение ко Христу и святым целителям, тем, кто получил дар, помогая другим людям, за свою благочестивую жизнь и горячую любовь к Богу, кто исцеляет не во имя свое, а во имя Христова. Святые врачи лечат с помощью и медицинских знаний, и умений, и с помощью молитвы к Богу. Они лечат и при жизни, и после смерти, а точнее, после перехода в жизнь вечную. Каких святых врачей знают наши современники? Давайте посмотрим традиционный опрос. Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, а знаете ли вы среди врачей святых? Нет. Были ли среди врачей святые? Были. Были? Точно. А вспомнить не скажу сейчас. Ну, а склепий считается, пожалуйста. И другие, это самые врачи более позднего времени, после Средневековья, тоже были признаны святыми, потому что они опирались, и как в том числе и есть и православные святые, и католицизма. Все есть, да. Знаете ли вы святых среди врачей? Нет, вроде бы. То есть не было святых врачей? Ну, были, конечно, но я просто не очень просвещен в этом вопросе. Были ли святые среди врачей? Были. Кого? Только не знаю, так помню, но не знаю точно по фамилии. Были ли среди врачей святые? Неизвестно. Обязательно были. Обязательно были. Я сама даже знаю Луку, и когда шла на операцию, я читала молитву, и все было прекрасно. Были ли среди врачей святые? Были, были. Конкретно сейчас не могу вспомнить, знаю, что были. Знаете ли вы святых людей среди врачей? Нет. А святых вообще знаете? Святых знаю, допустим, Павел, Петр. Ну, я думаю, что были, потому что раньше же много разных, ну, как сказать, нахрен были, и они просто лечили какими-то своими способами. Но раньше же не было никаких медикаментов. Ну, я думаю, что... А вот современники? Не знаю. Спасибо нашим респондентам. А теперь, по традиции, мы сами ответим на поставленные вопросы и назовем имена некоторых святых целителей, по молитвам которым и сегодня происходит исцеление. Великомученик и целитель Пантелеймон жил на рубеже 3-4 веков, получил прекрасное по тем временам медицинское образование. Его даже захотели сделать придворным врачом. Однако, самое удивительное чудо он совершил не с помощью медицины, а по молитве к Богу. Умерший от укуса ехидный ребенок воскрес среди множества чудес, совершаемых им. Также прозрение слепого, исцеление расслабленного и многие другие удивительные и по тем временам и сегодня события. Святые бессеребренники Косма и Демиан Римские жили в это же время, также получили медицинское образование, вели строгую целомудренную жизнь, не брали за свои труды никакого вознаграждения и потому названы бессеребренниками. Ну и, наконец, нельзя не остановиться на имени святителя Луки Война-Ясенецкого. Он почти наш современник, жил в конце 19-го, первой половины 20-го века хирург, профессор медицины, духовный писатель 11 лет провел в ссылках в годы безбожной власти. Однако его медицинские труды не могли не быть признанными, он даже получил сталинскую премию. Медициной он занимался не ради денег, а ради помощи нуждающимся, особенно бедным. Он потому именно решил стать врачом, что хотел быть полезным людям. И когда в ссылках у него не было ни необходимых инструментов, ни помощников, вообще зачастую никаких условий для работы, он умудрялся спасать людей от недугов именем Божиим. Потому что операции, проведенные практически голыми руками и проведенные успешно, никак нельзя приписать одному только медицинскому искусству. Своё служение людям святитель Лука закончил сани епископа, потому что именно в духовном делании есть истинное исцеление и души, и тела. Его жизнь и служение – это подтверждение того, что вера и наука не противоречат друг другу, что самые умные и высокообразованные люди могут быть верующими. Именно вера делает их сильными. Это их имена навсегда вписаны в историю и в книгу жизни. И тем, кто сегодня занимается врачебным искусством, полезно было бы присмотреться к опыту предшественников и в своей практической деятельности помнить о Боге и просить Его помощи. Вообще же, среди святых множество тех, кто, не имея медицинских знаний, получал от Бога дар помогать ближним в их болезнях, помогать молитвой. Поэтому молиться о помощи в болезнях можно не только целителям, но и вообще любым святым. На этом сегодня мы завершаем свое Террен Когнито, неизведанное православие, исследование и переходим к рубрике Неформат. Рубрика Неформат. Уважаемые зрители, это площадка для просмотра самых разных видеоматериалов, мультфильмов, музыкальных клипов, фрагментов художественных и документальных картин. Очень разные по форме, но по сути своей все они основаны на вере Христовой. Во всяком случае, именно этим мы руководствуемся, подбирая материалы для нашей рубрики. Сегодня мы вновь обращаемся к творчеству Игоря Растеряева и предлагаем вам послушать одну из его песен. Ночное небо Кто-то звездами Как сахарком Поморосе И я под сказочными соснами Прилег в пути набраться сил А на своей безрукавочке Прилег в пути набраться сил А на своей безрукавочке Прилег в пути набраться сил Я, как и все, в пути скитаний Свой прохожу земной урок Чтоб, как и все, кричать в отчаянии И думать, как я одинок Чтоб, как и все, кричать в отчаянии И думать, как я одинок Чтоб лишь последние мгновения Уж отрываясь от земли Вдруг осознать, как откровение Что я не шел Меня вели Отдать свою Да безрукавочку Чтоб кто-то тоже Поносил Уйти к тому Кто небо звездами Как сахарком Помороси Как сахарком Помороси Наша четверть часа подошла к концу Эфир телеканала Союз продолжается